В эфире свежий выпуск новостей про игры и ту индустрию, где они зарождаются. В студии Татьяна Аболенская. Здравствуйте! Весной всё понемногу возвращается на круги своя. В почтовые ящики с тайками потянулись свежие пресс-релизы. На сайтах разработчиков расцветают яркие скриншоты. Итак, сегодня в нашем выпуске. В галактике Новый Эдем пал крупнейший альянс. Ксеноморфы в опасности. Какая судьба ждёт колониальную пехоту? Австралия объявляет онлайн вне закона. Возвращение Алисы. Американ МакГи взялся за старое. Американ МакГи прославился как создатель Алисы. Безумного боевика по мотивам сказок Льюиса Кэррелла. Не прошло и восьми лет, как старый мастер решил повторить эксперимент. Алиса Плезенс Лиддл известна в игровом мире прежде всего как девочка с ножом из Американ МакГи с Элис. Попав из клиники для душевнобольных в искажённый и кошмарный мир страны чудес, она навела там порядок добрым словом и сказочным оружием. Не без добрых советов изрядно отощавшего чеширского кота она сразила жутких чудовищ, тру-ля-ля и траля-ля, бармаглота, герцогиню, безумного шляпника и королеву червей. Переосмысленный сюжет Кэррелла обернулся потрясающей игрой, до сих пор не превзойдённой по степени безумия, ужаса и кошмарной красоты окружающего мира. Игра прославила Американа МакГи, доселе известного лишь как создателя уровней Doom и Quake. И тут бы ему ковать железо, пока оно горячо. Но такая же игра по мотивам сказок Фрэнка Баума о стране Оз заглохла до релиза, а эпизодический квест по сказкам братьев Гримм и вовсе не был замечен практически никим. Оценив ситуацию, МакГи решил вернуться к истокам. Компания Electronic Arts анонсировала продолжение знаменитой мрачной сказки, и называться она будет The Return of American McGee's Alice. Разработкой займётся собственная шанхайская студия МакГи под названием Spicy Horse. Именно она делала игровое воплощение сказок братьев Гримм. Новая игра будет многоплатформенной и пока находится в ранней стадии разработки, так что её ещё придётся подождать. Впрочем, мы ждём уже 8 лет. Годом раньше, годом позже значения уже не имеет. Правда, остаётся один вопрос. Если в первом путешествии Алиса посетила и страну чудеса Зазеркалья, то чем она займётся теперь? Быть может, охотой на снарка? Есть время возрождать проекты и есть время их закрывать. Теперь под угрозой оказались новые игры про знаменитых киношных монстров. «Чужие» пришли с ней по нраву руководству компании Sega. Издатель Sega, прибравший к рукам лицензии на игры по фильмам «Чужие» и «Чужие против хищника», объявил о разработке новой игры о противостоянии людей, ксеноморфов и межзвёздных охотников. Первый трёхмерный боевик «Чужие против хищника», вышедший в 1999 году, был весьма неплох, чего не скажешь о его второй части и дополнениях к ним. Именно после них серия изогнулась. Желание возродить торговую марку можно только поприветствовать, тем более что займётся игрой британская студия Rebellion, набившая руку и на «Чужих», и на «Хищниках». Однако вторая новость от издателя оказалась неутешительной. На неопределённый срок перенесён релиз двух игр по мотивам «Чужих». Пострадал ожидаемый многими боевик Aliens Colonial Marines, разработку которого ведёт Gearbox Software, и неанонсированная пока многоплатформенная ролевая игра от Obsidian. И оба раза дело в низком качестве проектов. Игроки, в общем, привыкли к переносам. Но когда в резюме одного из уволенных сотрудников Obsidian появилась запись «Был дизайнером в отменённом боевике по мотивам «Чужих», натурально поползли слухи. Неужели издатель решил прихлопнуть игру? Жаль, если так. Мы ведь ещё даже ни одного скриншота не видели. Сама Sega слухи не комментирует. Но увольнение 20 сотрудников Obsidian — свершившийся факт. Грозные чужие, кусачьи и прожигающие кислотой оказались совершенно беззащитны перед гневом недовольного издателя. Не зря Сигурни Уир отказалась участвовать в озвучке боевика. Даже она поняла, что с игрой что-то не так. Тем временем мир захлестнула эпидемия самоцензуры. К примеру, компания Bethesda, добровольно убравшая из Фоллаута Морфий, совершенно неожиданно последовали разработчики четвёртой ГТА. Это был обычный день. Ничто не предвещало беды. Пользователи Xbox Live загружали на свои приставки платное дополнение к четвёртому ГТА под названием The Lost and Damned. Однако игра за байкера Джонни Клебеца, члена банды мотоциклистов Lost, была омрачена неожиданным открытием. Из игры пропала кровь. Новость мгновенно разнеслась по миру. В консольной ГТА больше нет крови. Можно сколько угодно стрелять в жителей Либерти Сити, ни одна капля не прольётся на мостовую, ни одно красное облачко не вылетит из дырявой тушки. Вдобавок любители пообщаться с придорожными девушками вдруг обнаружили, что игровая камера стала демонстрировать куда более пуританские ракурсы. Игровое сообщество забурлило гневными пузырями. Множились теории заговора. Неужели разработчики решили добровольно снизить возрастной рейтинг игры? Отказаться от скандальной славы? А тут ещё и австралийские игроки добавили масла в огонь. Оказалось, что в их обрезанные версии GTA IV вместе с дополнением вдруг вернулась и кровь, и любознательная игровая камера. Вскоре выяснилось, что никакого приступа самоцензуры у разработчиков не случилось. Это просто баг. И у австралийских игроков, только-только распробовавших вкус крови, он был оперативно исправлен. Близзарды анонсировали второй StarCraft чуть меньше года назад. Информация с тех пор всё прибывает и прибывает. Но как быть с ответом на самый главный вопрос? Когда ждать релиза? У компании Blizzard есть хорошая традиция. Она старается до последнего момента не называть даты выхода своих игр, отделываясь стандартным «когда будет готово». Но в этот раз что-то подсказывает. StarCraft 2 уже не за горами. По крайней мере, его первая часть с компанией «Заземлян». Ведущий разработчик игры Дастин Браудер заглянул на форум, где его снова спросили о дате выхода, которую Blizzard постоянно скрывают. И вот что сказал нам Дастин. Как только дата будет известна точно, мы вам сообщим. Просто подождите. Мы в процессе последней разминки. В тот день сейсмологи зафиксировали небольшие толчки с эпицентром в районе Сеула. Это радовались южнокорейские Старкрафтеры. А пока сообщество переваривало известие, пришли и другие новости о проекте. Стало известно, что актриса Глини Стоккен Кэмпбелл, озвучившая Керриган в первой части игры, не станет голосом этой героини, несмотря на многообещающий трейлер. Увы, его озвучиванием всё и закончилось. Издателя что-то не устроило, и на роль Керриган была приглашена другая актриса. Тем временем Близзардовских художников озадачили переделкой некоторых существ, и они отлично справились с работой. Посмотрите для сравнения на старые и новые модели зеркал. Изменения к лучшему видны невооружённым глазом. Только представьте сотню таких зверей на одном экране. Бедные, бедные наши видеокарты. Им придётся нелегко. Новости онлайна. В галактике Новый Эдем очередное событие вселенского масштаба. Крупнейший альянс Band of Brothers неожиданно пал жертве предательства. Долгие годы корпорации, объединённые в альянс Band of Brothers, или сокращённо БОП, считались самым сильным политическим объединением галактики Новый Эдем. Ни любовь других альянсов их не беспокоила. Не пошатнул их даже коррупционный скандал, когда выяснилось, что в число братьев затесался один из разработчиков. Однако последние усилия оппонентов вынудили их сократить территориальные притязания и приостановить экспансию ради консолидации сил. Но справиться с братьями военным путём конкурирующие альянсы не могли. И тогда они взорвали его изнутри. Недаром, говорили древние полководцы, не существует крепости настолько прочной, чтобы её не взял гружённый золотом осёл. Тонкая операция по внедрению агентов в самое сердце альянса братьев была проведена соперничающим альянсом Gunswarm, рой бандитов. Пилот Харгот Агамар, директор корпорации Black Nova, навеки внёс своё имя в историю политической жизни EVE Online. Встретившись с Роем бандитов при тёмных обстоятельствах, он выразил желание работать на них шпионом и в доказательство дал им доступ на закрытый форум братьев. Поняв, что Агамар не шутит, бандиты решились на дерзкую операцию. Пользуясь своими полномочиями, в один прекрасный день Харгот Агамар распустил альянс Band of Brothers, похитил казну, обчистил склады и увёл весь тяжёлый флот в доке Gunswarm. Остановились верфи, затихли оборонительные системы. Без прикрытия остались 118 звёздных систем и 33 космические станции. Заходи, бери, кто что хочет. Могучий альянс обанкротился, превратившись в кучку беззащитных корпораций. Месть свершилась. Рой бандитов сделал то, что поклялся сделать давным-давно, и попутно сам стал сильнейшим альянсом галактики. Никогда ещё политическая карта мира не перекраивалась так быстро и необратимо. Оправится ли от удара уничтоженный альянс? С одной стороны, корпорации ещё могут объединиться, накопить денег, ресурсов и построить новый флот, но вряд ли бандиты дадут им подняться с колен. Известно одно – под старым именем он уже не появится никогда. Сразу после распуска бандиты застолбили себе название «Band of Brothers». Пока в космосе кипели шпионские страсти, в виртуальных мирах Warhammer Online и Age of Conan решили провести перепись на усиление. Результаты неутешительные. Норвежская компания Fankom сообщила, что за четвёртый финансовый квартал прошлого года её потери составили 23 миллиона долларов, а за весь год почти 34. В мае прошлого года на волне ажиотажа от запуска Age of Conan игра обзавелась внушительной толпой подписчиков, но сейчас их число упало в семь раз. Опустевшие сервера сливаются воедино, чтобы варвары не зачахли от одиночества. На фоне туманных перспектив в виртуальной эбории особенно тревожно прозвучало известие, что финансовый директор фанком Олаф Саднес покинул компанию. А что же творится в мире Warhammer Online, ещё одного конкурента World of Warcraft? Mythic рапортует — количество подписчиков превышает 300 тысяч человек. Неплохо, особенно если забыть, что на старте этих самых тысяч было 750. Куда уже успела деться разница? Что отпугнуло игроков? Ужасный старт игры в Европе? Неисправленные ошибки? Проблемы с балансом? Как бы то ни было, теперь уже ясно, что в ближайшее время лидеру жанра мало что угрожает. 11,5 миллионов подписчиков — не шутки. Даже разработчики Blizzard советуют не зацикливаться на их игре. Ведущий системный дизайнер проекта, выступающий под именем Ghostcrawler, так прямо и заявил. Если вы чувствуете, что перегорели, нет ничего особо плохого в том, чтобы попробовать и другие игры. За последние несколько лет их вышло множество. Просто время от времени заглядывайте в World of Warcraft. Они могут себе это позволить. Новости индустрии. Австралийские власти давно радуют нас экзотическими запретами. Жители пятого континента столь чувствительны к насилию и непристойностям, что цензоры сбились с ног, дабы граждан ничего не потревожило. Но запретить онлайновые игры... Разразился новый скандал, связанный с очередными запретами в Австралии. Полиция штата New South Wales призвала граждан сообщать обо всех случаях продаж онлайновых игр. Теперь закон запрещает продавать игры, не прошедшие классификацию печально известных австралийских цензоров. Виртуальные миры классификацию не прошли. Почему? Потому что цензоры не считают нужным просматривать игры, где, вдумайтесь, даже нет однопользовательского режима. Итак, оценить их невозможно, а продавать без оценки нельзя. Представитель полиции Джон Хацестергас официально заявил. Если есть сведения о том, что какая-то организация ведет незаконную торговлю, полиция должна знать об этом, и об этом нужно доносить. Те, кого власти штата поймают за продажи онлайнового Варкрафта или Вархаммера, могут рассчитывать на изрядный штраф, а в особо тяжелых случаях — на срок лишения свободы вплоть до года. Не исключено, что очень скоро в Австралии возникнет полноценный черный рынок виртуальных миров с мафиозными разборками вокруг партии Конана или Варкрафта, контрабандными грузами регистрационных ключей и злачными заведениями, где под прикрытием баров будут скрываться, страшно подумать, игровые клубы. Время покажет, сбудется ли этот мрачный прогноз. А пока австралийская полиция загоняет в подполье торговцев нелегальными играми, преступники другого сорта открыли для себя консольную систему Xbox Live. Дэдос-атака для обитателей интернета — суровая реальность. Мало что помогает от колоссального потока запросов, который обрушивается на компьютер, наглухо блокируя его от внешнего мира. Профессиональные преступники уже много лет принимают заказы на распределенные атаки. Однако с недавних пор они открыли для себя невинный мир консолей — систему Xbox Live, где игроки со всего мира находят компанию для игры и меряются достижениями. Зачем хакеры пришли сюда? Да потому что нашлось немало желающих за скромную сумму, порядка 20 долларов, устроить своему оппоненту по игре несчастный случай и отрубить его консоль от сети. Получив заказ, взломщики добывают IP-адрес жертвы и в нужный момент затапливают несчастную консоль потоком информации. Дело сделано. Оппонент слетает с линии. Выигрыш обеспечен, ну а победа не пахнет. И спрос рождает предложение. Более того, имея под рукой вредоносную программу и зная IP-адрес оппонента, можно провести атаку самостоятельно. Что говорит по этому поводу компания Microsoft? Мы расследуем сообщения, в которых фигурируют вредоносные программные инструменты, используемые для попыток нарушить связь с интернетом пользователей Xbox Live, отвечают официальные лица корпорации. Проблема в том, что такие атаки очень сложно отследить, а для хакеров добыть чужой IP-адрес в сети Xbox Live легче легкого, ведь консоли связываются друг с другом напрямую. Так что если Microsoft не внесет принципиальных изменений, в будущем можно ожидать роста заказных DDoS-атак. Новые технологии порождают новые болезни. Но современная медицина стоит на страже здоровья игроков. Вылечить ли они очередной интересный случай, никогда достоверно неизвестно. Но медицинские энциклопедии наверняка занесут. Как известно, порождением цивилизации стали профессиональные заболевания. Например, описанный Льюисом Кэрролом «Безумный шляпник» в действительности страдал от отравления свинцом, с которым в бикторианские времена приходилось работать шляпником. Долгое время считалось, что у игроков могут пострадать разве что глаза и осанка. Однако недавно Британская ассоциация дерматологов забила тревогу, обнаружив у 12-летней девушки-подростка новый синдром, названный «плейстейшнским пальцем». Поражение кожи большого пальца руки было вызвано активным использованием геймпада. Лишь через 10 дней после того, как у девочки отобрали приставку, палец пришел в нормальное состояние. Заинтересовавшиеся этим случаем ученые из Университета города Сан-Паулу провели исследование среди игроков. Они открыли как минимум два новых патологических состояния, вызываемых компьютерными играми. Авиасимуляторный Кинитос, как нетрудно угадать, настигает игроков, злоупотребляющих авиационными симуляторами. Он выражается в головокружении, тяжести в голове, слабости и тошноте. Чаще всего это состояние настигает виртуальных пилотов во время полетов по приборам в условиях плохой погоды и болтанки. Другое состояние было названо сном доктора. Это расстройство, встречающееся у людей, играющих лечебными классами. Оно выражается в навязчивых снах. В них фигурируют зеленые полоски, которые надо срочно лечить, пока они не стали желтыми и красными. Если во сне этого сделать не удалось, человек просыпается с чувством вины и беспокойства. Лучший способ избавиться от недуга — это временно заменить персонажа на его полную противоположность — рукопашника ближнего боя. Доклад об этих двух состояниях будет сделан в начале апреля на Мировом съезде психиатров в Женеве. Пока британские врачи исследовали воздействие приставок на организм, американские ученые из штата Флорида необычным образом решали проблему мигрирующих крокодилов. Интересные новости пришли из солнечной Флориды, где в лесах и болотах и поныне водится множество крокодилов. По оценкам ученых, около двух тысяч. Охота на них запрещена федеральным законом. Поэтому, чтобы избавиться от крокодила, есть только один способ — отловить его и отвезти туда, где это никому не будет мешать. Но натуралисты столкнулись с неожиданным препятствием. Как и другие присмыкающиеся, крокодилы очень привязаны к территории, и, не оценив усилий ловцов, частенько туда возвращаются. В день целеустремленный крокодил может пройти 1-2 километра и вскоре оказаться там, где его поймали. Но как спящий во время транспортировки крокодил знает, где его дом? Он ориентируется при помощи биологической магнитной системы навигации. Биологи штата Флорида решили применить опыт своих мексиканских коллег и перезагружать систему навигации. Усыпленному крокодилу приматывают к голове большой магнит и уже после этого перевозят на нужное место. Само собой, магнит потом снимается. Он один, а крокодилов много. Ученые надеются, что при помощи таких мер количество крокодилов-рецидивистов заметно снизится. Пока мы снимали этот выпуск, наш специальный корреспондент Тимур Хорев передал последний привет из табула раса. Запечатлев гибель целого мира, он успел отправить свой репортаж за секунду до того, как пришельцы заглушили последний коммуникатор. Не пропустите. А я на этом прощаюсь с вами. Это была Татьяна Аболенская. До встречи через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова